Какие зрители? Ну что ж, дождались? Многие меня спрашивали, Холдик, ну когда уже новый выпуск? Ну когда уже новый аккаунт? Когда уже ты начнёшь эту рубрику с нуля, чтобы опять проходить арены, прокачивать какую-то деку? Очень интересно за этим наблюдать. И вот он, вот он этот видос. Кто не в курсе, давайте обо всём по порядку, я вам всё расскажу. Это видео будет больше таким разговорным, но тем не менее досмотрите его до конца, потому что дальше вы будете понимать, когда будут выходить новые ролики, что вообще к чему и что вообще происходит, и почему именно так. Так, возможно вам сегодня мой выбор не совсем будет по душе, либо не совсем понравится, но об этом мы сейчас обо всём поговорим. Я вам выскажу своё мнение, а вы там уже, ну как бы там, принимать его или не принимать, это уже как бы тоже ваше решение. Смотрите, что вообще происходит? Я недавно, вот пару сезонов назад запустил такую тему, создавать каждый сезон новый аккаунт. Вот, создавать новый аккаунт, прокачивать его, вливать в него деньги, донатить, прокачивать и разыгрывать среди вас. Это прикольно, это интересно, все на стримах смотрят, видосы тоже, мне было бы это интересно, я бы это не делал. Да и мне самому прикольно проходить арены с нуля, это так классно, тем более каждый раз с какой-то новой колодой. Первый у меня был проект Голем 2 Принца, это, считаю, самый удачный был проект. Мы, короче, взяли очень тачерскую колоду, я на этом аккаунте за месяц сделал фулл деку и взял лично. Я 5 300 плюс кубков, в итоге до конца сезона на том аккаунте было 5 500. Не, даже 5 400, по-моему, брал, вот я уже не вспомню точно. Вот, поправьте меня в комментариях. Это был первый проект, он вообще прям идеальный был. Второй проект был вообще прям, я считаю, самым провальным, это с элитными варварами. И, ох, короче, я не составил ни ту колоду, которую надо, потому что я неопытный был игрок с элитками, поэтому сделал какую-то пургу, там был пека. Хок, во-первых, я колоду прокачал не на фулл, во-вторых, мы взяли 4 300 всего лишь. Тем не менее, я его разыграл, проект закончил. Новый аккаунт, который я создал после него, это был гигант со спарки и шариком. Он был чуть получше, чем с элитками, но он не такой был удачный, как, опять же, Голем 2 Принца, потому что со спарки играть тяжело, но в этом и был, в этом и заключалась суть взять со спарки 5000 кубков. Я взял, я взял даже 5 100 почти. Прокачал, опять же, не фулл, но, тем не менее, туда достаточно влил денег и сделал идеальную прокачку. Там 4 левел спарки была, и я его разыграл. Этот же аккаунт, я хотел, чтобы был не таким, как предыдущие 2. Ну как, мне понравилось со спарки играть, прикольно. Но я хочу так, чтобы я получал от этого удовольствие, и я к этому процессу подошел серьезно. Ну, не так вот спонтанно мне приснились колоды. Я долго ждал изменения баланса, чтобы произошло, чтобы я реально не ошибился, чтобы потом не жалел, что я вот выбрал эту колоду и прокачивал ее. А теперь давайте поговорим про колоду. Значит, смотрите, я у себя на стенке провел голосование, какую деку выбрать для твинка. И выдал вам на выбор вот эту колоду, вот эту колоду и вот эту колоду. Я был готов играть с любой колодой на самом деле, абсолютно с любой, которую вы бы не выбрали. Большинство голосов проголосовали, большинство голосов отдали за вот эту деку с 3 мушкетами. Думаю, да окей, типа, я с ними тоже готов играть, потому что я в грандах с ними катал. И вот это была моя самая, самая, блин, роковая ошибка, что я эту деку не проверил в глобале. Сейчас мы об этом, ребятки, поговорим. Давайте по порядку, я включу вам повтор, просто выслушайте меня и надеюсь, вы меня поймете. Ну, если не поймете, ну, как бы, ну, ну, а что? Смотрите, я проверил 3 колоды, да, выдал 3 колоды, проверил только 2 в глобале, это с големом. А 3 мушкетера я сыграл, с 3 мушкетерами я играл только в испытании. Но после того, как вы выбрали эту деку, я начал, ну, немножечко, честно, расстраивался, потому что очень хотел с големом. Ну, типа, думаю, все равно, я, типа, сказал голосование и что большинство выберет, с той колоды и буду играть. Уже принял решение, уже буду с 3 мушкетами играть. И уже перед тем, как только я записывать это видео, я проконсультировался с некоторыми бустерами, с некоторыми игроками. Потому что, ну, я не хочу потом об этом жалеть, что я сейчас выберу не ту деку и буду реально об этом жалеть. Потому что, ребята, вот, серьезно, я вливаю в аккаунт за месяц больше, чем 500 долларов. 500 долларов я трачу, и если я от этого еще удовольствие не буду получать, какой тогда вообще в этом смысл? Я хочу, чтобы мне приносила удовольствие игра. И мне сказали, что 3 мушкетера, ну, я говорю, посоветуйте мне, что-то я начал сомневаться в этой деке, я попросил совет, посоветуйте мне деку 3 мушкета плюс кабаны. Потому что большинство, типа, говорят, голем, немножко надоел, давай что-то новенькое, типа, ну, я вас понимаю, ребята, я вас прекрасно понимаю. И это моя ошибка, что я не предоставил нормальные колоды, прям вот, если, блин, если бы я знал, что, что угодно, но только не голем, я бы, наверное, ну, какие-то другие деки бы рассмотрел. Мне очень понравилась дека с пушкой, я прям очень загорелся, я прям рассчитывал, что вы ее прям все заспамите и выберете, но... Но нет, вот, и мне сказали, что дека с 3 мушкетами больше тащит в глобале, он ли... Да, ебки, в испытаниях, он ли испытания, но никак не в глобале, в глобале ее вообще редко встретишь, и что, ну, вряд ли ты с ней будешь тащить. И мне просто все, я просто, ну, расстроился очень сильно, реально, потому что думаю, ну, сейчас я начну ее прокачивать, потом я понимать буду где-то на 3400 кубков, что это не то, это не то, что я хотел, реально. Ну, если это не то, зачем я вообще это, вы скажете, выставил тогда на выбор колод? Ребят, ну, в этом, конечно, осечка моя, прошу прощения, не проверил колоду, и, наверное, не рассчитывал, что вы ее выберете, вот, правда, как назло вы ее выбрали. Поэтому, я принимаю решение взять колоду именно ту голем с валькирией. У вас, кто голосовал за колоду с ремамушкетерами, у вас таких людей, я прошу прощения, что, вот, вы рассчитывали на эту колоду, вы думали, что я буду ее снимать, а в итоге я выбрал другую. Но, я вам обещаю, ребята, что я, ну, вы просто говорили, что на основе надоел голем, я вам обещаю, что я на основе не буду катать конкретной декой, которую на твинка беру, на основе. Буду стараться какими-то новыми деками, хотя голем тоже будет, но не так часто. Но поймите, друзья, если у меня не получается ничем другим играть, нету смысла его брать. Но, опять же, можно сейчас задавать вопрос, нахрен ты вообще выставлял ее на выбор? Не знаю, не знаю, просто, наверное, не проконсультировался с другими игроками, надо было с бустерами посоветоваться, с топ-игроками, которые реально мне дадут какую-то наводку и, ну, какую-то деку, которая реально будет тащить. Я так, просто взял, смотрю, о, я с ней в испытании вроде неплохо играю, значит, я буду тащить, но в глобале совершенно другие колоды, совершенно другая прокачка, особенно на низких кубках, поэтому она крайне-крайне неудачная будет для меня на этих трофеях и на этом аккаунте. Поэтому прошу прощения, кто выбрал колоду с трямомушкетерами, примите колоду с големом, ребятки, эта колода, я вам отвечаю, она мне очень зайдет, она мне очень по душе, а если мне это понравится, если мне эта колода зайдет, будет очень интересный видос и будут очень классные катки и будет очень хороший результат. Это нам и надо. В следующем сезоне, в следующий аккаунт, я вам обещаю, я подойду к этому процессу, к выбору колоды очень щепетильной, может быть даже и все равно, я даже когда голосование устраивал, я вам говорил, что последнее все равно решение будет за мной. Вот, ну я говорил, если там, к примеру, 90% конечно отдадут голосов за одну колоду, а там 10 и 5, там, или 5% за вторую, то естественно я выберу там где 90. Ну тут мнения были, конечно, практически на одном уровне, но на 10% вышла вперед колода с трямомушкетами. Ну ёптить, я не знаю, зачем я ее поставил, но я с ней не готов играть. Вот как-то так. Давайте, ребятки, создадим клан. Дальше, что я хочу сказать. Ник, ну по поводу ника, я думаю, что в теме только те, кто были на моих стримах, объяснять смысла нету, джиджики, джиджик. Короче, я ставлю прием, ребята, пока что, пока что 3000, а, у меня золота не хватает. Создадим, короче, клан на стриме. Смотрите, у меня в магазине есть вот эти эмодзи, всадник на кабане, сундук. Я, короче, задоначу, но задоначу на 4-й арене, где можно выбить сразу легендарку. Не знаю, выпадет она или не выпадет. Мне надо сегодня апнуть 4-ю арену. Приходите на стрим, буду апать 4-ю арену. Буду донатить, будет интересно. Поехали, одну каточку в глобале сыграем. Посмотрим, я еще ни копеечки сюда не донатил. Без доната сыграем сейчас на 2-й арене. Посмотрим, как мне будет, легко или сложно. Ну и на этом, в принципе, я буду выпуск завершать. В общем-то, ребят, это был такой ролик, ввести вас в курс дела, что вообще будет с этим аккаунтом. Какие у меня планы на него. Планы все те же, прокачать фул и взять высокие кубки. Но поверьте, это будет интересно. Это не та колода с големом, которая была, голем 2 принца. С пушкой совершенно другая дека. Там, ну, очень мне интересно. Там и сплэш урон, там и, ну, мне очень она нравится. С пушкой очень классно. Там, знаете, не как голем, как пушка решает. Вот, и, может, многие скажут, ну, так давай тогда какую-то любую деку с пушкой, но только не с големом. Ну, и опять же, о, посмотрите, этот челик был на 4-й арене, у него хок. И слился на 2-ю, забавно. А, ёпт, хок уже падает теперь не с 4-й арены. Тут же все теперь поменялось. А, ну и по поводу королевских кабанов, кстати. Королевские кабаны аж с 3-х тысяч трофеев падают. Вы представляете, сколько мне еще надо играть? Не, хотя я быстро апну, но все равно, блин. А голем с 6-й арены. Или с какой? Голем, по-моему, даже раньше падает. Блин, там же все поменялось, не как раньше было. Вот. Ребят, я надеюсь, что вы... Что вам понравится. Все равно понравится этот проект. Я буду стараться делать интересно и... Круто. Буду тащить, реально. Ну, с этой декой я буду тащить. Я понимаю, что, может быть, голем надоел. Но это, значит, последний... Хотя, смотрите, я уж на твинкиш не брал голема принципиально. Думаю, ну, после того, когда я взял голем 2 принца, думаю, ну, окей, давайте тогда что-то другое. К примеру, там, гигант, пека, элитка. Я делал разнообразие. Ну, сейчас пришло время голема. Ну, пришло, реально. Ну, два сезона подряд, даже три сезона подряд. Я просто страдал. Страдал от этих колод, потому что больше всего у меня получается играть с големом. Поэтому я решил его взять. Что происходит? Почему меня ведьма снесла? Полуживая ведьма снесла мне вышку. Что происходит? Карл. Я надеюсь, она мне не снесет главное здание. Ха, лол. Интересно. Да, ведьма очень тащит на этих кубках. Особенно в связке с гигантом. Блин, а что же делать-то? Как же мне сейчас на три короны-то не слиться? Давайте здесь дракончика закинем. Давай, подкидывай еще что-нибудь. Да, я фаерболт-то запущу. Фаерболт и стрелы. Оп, хорошо, прекрасно. Так, хогушку, тихо, тихо. Блин, я надеюсь, я выиграю. Да, я надеюсь, я выиграю. Так, давайте вот здесь гиганта закинем. Эть, успеть? Блин, не успел. Но надеюсь, что вышку снесу. Мне бы до фаербола так прокрутиться. Хотя нормально, нормально. Все, забираем вторую башню. И я здесь затащил без доната. Кто говорил, что я только с донатом дощу? Вот, без доната затащил. Вот такие вот, ребятки, дела. Так, я надеюсь, я не проиграю. Эть, 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 тихо, тихо, тихо. Еще 4 секунды. Что-то он в конце прям бурно начал агрессивно играть. Все, отлично. Затащил. В общем, приходите сегодня на стрим. Я буду А по 4000. Я задоначу вот эти эмодзи. Надеюсь, выбью какую-то новую легендарочку. Я буду крутой на новом аккаунте. А уже с хогом орущим. Это классно. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, что вам понравится этот аккаунт. Понравится вам этот проект. Я вам обещаю, будет интересно. Потому что колода прям. Я в нее влюблен. Подписывайтесь. И пишите свое мнение в комментариях. Что вы думаете по моему выбору. И я любую критику буду воспринимать. Ребята, нормально. Если она, конечно, будет обоснованная. И... Да, не важно, объективно или субъективно. Пишите. Пишите любое мнение. Скоро увидимся. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok